Главным праздником в Европе зимним считается Рождество, 25 декабря. Основные поздравления и подарки бывают в этот день. Празднование Рождества плавно переходит в Новый год. В большинстве англоязычных стран Дед Мороз, Фаза Крисмос или Святой Николас. Во Франции это Пер Ноэль. У многих из них есть помощники, слуги. Раньше во многих странах главные зимние персонажи приходили не только для того, чтобы одарить детей, но и для их наказания. Сейчас, конечно, это не делают, но в праздничных шествиях такие помощники, слуги участвуют. Вот вы сейчас видите такого якобы сурового слугу. Интересная страна Италия. В ней Новый год начинается 6 января. Вот вы видите итальянскую фею Бефану. Она прилетает на волшебной метле, она добрая, открывает двери своим золотым ключиком и кладет подарки в детские носки. А шелунам уголек. В Италии в Новый год хотят освободиться от всего старого и выбрасывают в окна столы и стулья. На новогоднем столе обязательно есть орехи, чечевица, свиная ножка. Это символы долголетия и удачи. 1 января хорошо принести воду из источника. Она приносит счастье. Итальянцам важно, кого они в первом встретят в Новом году. Забавно, что 1 января все хотят встретить горбатого деда. Это к счастью. Итальянский Дед Мороз приходит к детям в Рождество. Это Баба Натали. Вот он здесь с феей Бефаной. Следующая страна Швеция. Там праздники длятся полтора месяца. А Дед Мороз это рождественский гном Юль Томтен. Помощники у него озорные мыши, снеговик, принц, принцесса, ведьма, эльфы и даже король со снежной королевой. В Швеции перед Новым годом дети выбирают королеву света Лючи. Вот вы ее видите. Это старшая девочка в семье. Ее наряжают в белое платье, на голову одевают корону с зажженными свечами. Лючи приносят подарки детям, а домашним животным лакомство. На столе обязательно бывает свиной окорок и рисовая каша с монетами и миндалем. Кому достанется монетка, будет богато здоров, а кому миндаль, тот встретит любовь. Следующая страна Англия. В Англии принято на Новый год разыгрывать представления для детей на сюжеты старинных английских сказок. Первым идет лорд Беспорядок. Его выбирают, им выбирается тот, кто может хорошо шутить. Он ведет за собой веселое карнавальное шествие со сказочными английскими героями. Например, мартовским зайцем и шалтаем-болтаем. Именно в Англии возник обычай писать новогодние открытки. Первая новогодняя открытка была напечатана в Лондоне в 1843 году. Вот она. Перед сном дети вешают носки у кровати для подарков, которые приносит фаза «Крисмос». В Новый год звонят колокола. Влюбленные, чтобы не расставаться, целуются под веткой Амеллы, магическим деревом. Вот здесь парень даже держит такую веточку, чтобы его поцеловали. В английских домах к новогоднему столу подают индейку с жареным картофелем, пудинг, сладости и фрукты. Следующая страна – Шотландия. Там праздник Нового года называют хогмани. На новогоднюю ночь поджигают бочки с дегтем и катят их по улицам, сжигая старый год и приглашая новый. Шотландцы считают, что от того, кто войдет первым в их дом в Новом году, зависит удача. Самую большую удачу приносит темноволосый мужчина, который вносит в дом подарки. Эта традиция называется фёстфутинг – первая нога. На Новый год готовят особые традиционные блюда. На завтрак овсяные лепёшки, пудинг, сыр, на обед варёного гуся. Шотландцы любят факельные шествия и огонь. Гости должны принести с собой кусочек угля и бросить его в новогодний камин. Следующая страна – Ирландия. Ирландия. Пекут специальные угощения – ситкейк для каждого члена семьи. Во всех странах Великобритании, когда часы бьют 12, открывают заднюю дверь дома, чтобы выпустить Старый год, а с последним ударом открывают переднюю дверь, впуская Новый год. И во всех этих странах Дед Мороз кладёт подарком детям в носки и чулки. Следующая страна – Германия. К немецким ребятам приходил раньше Вайнахтсман, вот как его звали, копия русского Деда Мороза. Он появляется на ослике. Перед сном дети ставят на стол тарелку для подарков, а в башмаки кладут сено – угощение для его ослика. Санта Николас или Санта Клаус – это современные новогодние волшебники в Германии. Иногда по улицам они ходят со своим помощником, который шалуна вместо подарка даёт луковицу. Вот вы видите такого сердитого помощника. На Новый год в Германии существует смешная традиция. Как только часы начинают отбивать 12, люди залезают на стулья и столы и с последним ударом, с радостными воплями впрыгивают в Новый год. Традиционное блюдо у немцев – это карп, чехолка которого похожа на монетки и поэтому приносит достаток. Фейерверками немцы отгоняют злых духов. И последняя страна, о которой я хотела сказать – это Финляндия. Новый год отмечают скромно. 2 января – это рабочий день. К финнам приходит Дед Мороз Йоулупуке. Он носит козлиную шкуру, у него большие уши, он хорошо слышит, как ведут себя все дети. Живёт он в горах. У него есть жена, доброе море, зима. Вот вы видите, помогают им гномы. Так выглядел раньше старый Дед Мороз. Он непослушным приносил розги и выглядел, как козёл. Знаменитая Лапландия – родина финского Деда Мороза. И самое знаковое событие в Финляндии – это новогодний фестиваль снега и льда, который хорошо известен на весь мир. Если вам понравился мой рассказ, ставьте лайки, подписывайтесь. Я с удовольствием вам расскажу про другие страны. Про Голландию, про Францию. Пишите свои комментарии. И всех вас с наступающим Новым годом. Счастья и здоровья вам!